Истец Да, Ваша честь Дело было так Вот этого Рубена Сатуряна, Рубенчика Я знаю уже очень давно Ну, периодически обращаюсь к нему За ремонтом машины Он у нас в гаражном кооперативе держит небольшую автомастерскую И занимается ремонтом сам Рабочих у него нету Соответственно, все довольно выходит Ну, бюджетно, по деньгам нормально получается Ну, и тут у меня случилась ситуация Машина заглохла прямо на дороге Ну, бывает иногда Я звоню Рубену, говорю Поможешь? Он говорит, помогу Ну, вызываю эвакуатор Привожу к нему машину Он посмотрел, так говорит Эй, слушай, я, говорит Ну, в общем, он говорит, что сейчас я сделаю Я сделать сейчас ничего не могу Сделаю завтра, как только сделаю, сразу позвоню Вот На другой день я Договор вы не заключали с ответчиком? Нет И о стоимости, и о сроках Договорились в устной форме Хорошо, продолжайте Ну, на другой день звонка я от него не дождался Начал звонить сам Он все время сбрасывает Я что-то думаю, что-то неладно, наверное Поехал посмотреть машину И ваша честь Увидел Вот такую картину Вот у меня есть фото Машина вся разбита То есть Передайте, пожалуйста, через судебную перспективу Оставил я ему машину целую Прихожу Фары разбиты Стекла разбиты Вмятины на крыше На капоте А ты спроси жену, кто машину разбил вообще Еще тут жена моя А ты спроси ее, Йома Вот, соответственно Вот как с таким человеком делаем Я ему говорю Рубен, в чем дело Да, да, это Прекрасно Я ему говорю Рубен, в чем дело Он что-то стал мямлить там невнятное На полурусском, полуармянском Своем Я не знаю Я ничего не понял Я говорю Хорошо, товарищ Рубен Я вызываю полицию Ну, тут Рубен сразу стал включать заднюю Пошел на попятную Говорит, не, не, полицию не надо Деньги верну Ответь чек Деньги верну Туда-сюда Я вызвал оценщика Опять же, вот у меня есть полис Вот заключение эксперта Я требую возмещения мне материального ущерба Размере 107 тысяч рублей Это у вас заключение экспертиза Передайте, пожалуйста Через судебную приставу Сколько составила сумма ущерба? 107 тысяч рублей По оценке независимого эксперта Хорошо, ответчик Давайте, поясните нам Что случилось с автомобилем ИСЦА? Давайте я вам сейчас расскажу Этот человек Это нехороший человек Он вообще негодяй Он решил с меня бабать Мы сейчас личные качества ИСЦА В данном судебном заседании не рассмотрим Я вас понял Послушайте, теперь вы меня Такая ситуация Я ему делал уже один раз машину Он потом привез на эвакуаторе Говорит, вот что-то не заводится Ну я капот открыл, посмотрел Там ремень ГРМ Лопнул Ну его надо было делать А у меня в гараже машина уже стоит Я ему говорю Да, оставь машину здесь Я потом заведу Сделаю все как полагается Все как я обычно делаю Я профессионал своего дела Все в итоге там машину Что случилось-то в итоге? Я вам рассказываю Что вы такой нетерпеливито? Машину я начал делать Сделал машину Вот он в общем Да вот сделал Вот, вот, фаски сделал Зачем ты меня перебиваешь? Лишь ищешь ты Машину потом вывез Возле гаража Поставил Сделал как полагается Вообще Потом Осмотрю Идет бухгалтерша наша Опа Она мне просила Короче, чтобы я Аудиозвук сделал Бухгалтер вашего Автоцентра? Да, гаражного корпоратива Гаражного корпоратива Здравствуйте, такая милая женщина Знаете, вообще Все, мы сели в машину Сначала в переднее сиденье Мою машину? Да подождите Слышишь Ты что, кого? Сели в переднее сиденье Молчи, пожалуйста Рассказывайте Сиди, сели Я включил музыку Она послушала Я говорю Пойдемте на заднее сиденье Вы послушали Там лучше слышно, да? Так ты заткнись уже Не мешайте, пожалуйста, отвечу Мы так никогда не выслушаем Я тебя услышал, теперь ты меня выслушал Потом сели На заднее сиденье Ну, сами знаете, да? Там колонки Звук там совсем уже другой Чехлы новые у меня там Да подождите Со своими чехлами Ё-ма-я-на Все, сели на заднее сиденье Послушали музыку Там, она говорит Все хорошо Ей нравится Хочет тоже, чтобы я ей Понравился? Я потому что Ну, я же вам говорил Я профессионал В моей машине понравилось? Да подожди Я сейчас не подозрежусь У меня тросточка какая-то Машину бить Я думаю Господи, что тут происходит? Она разбила переднее стекло Заднее стекло Мы закрыли сначала Думали Не выйдем Зачем сейчас Убьет еще нас Сумасшедшие Может у нее ку-ку? Там вообще Короче, вышли с машиной В общем Смотрю Она такая Смотрим Опа А где Вадим? Я говорю Какой Вадим Женщина? Ты что сделала С машиной? Ты что, больная Что ли? Кто? Ты вообще Как вы думаете Почему Женщина Потому что Этот нехороший человек Видимо Изменял своей жене Она подумала Что вы Простите Ваша честь Вы кто вообще Барышня? Простите Я супруга Да это жена Этого человека Два сапога Как раз И не обвиняют В том Что не было И прекратить Так это Вы причинили Ущерб автомобилю Да что вы Ваша честь Я даже не похожа На тех фотографиях Которые нам предъявляют Ты мне не тыкай Прекратите Отвечек Она дома Дома была Она дома находилась И заткнись вообще Тебе вообще Отвечек Отвечек Вы утверждаете Что вот Супруга Конечно Вот она подошла Такая подходит Бьет машину Вы утверждаете Что вот это Супруга Истца И она разбила Автомобиль Да 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 Уважаемый Вот эта женщина Ну это не аргумент Так Так ответчик У вас свидетель Заявлен Да у меня есть Свидетель Давайте послушаем Вашего свидетеля Вообще Женщина Прям скалка Пригласите Пожалуйста Она вам сейчас Что расскажет Там доказательства Все есть Это уважаемые И дело в том Что я захотела Тоже такую же Аудиосистему И Рубен Любезно Предложил мне Послушать В машине Послушать музыку С ответчиком Все хорошо Да Появилась незнакомая Женщина И начала Какой-то Трубой Долбить Стекла Вокруг Машина Она бегала Орала Материлась Мы не понимали Вообще Что происходит Потому что Было спокойно Что орала Материлась Не надо Орала Что Орала Что Что это Там вообще Происходит Она подумала Что там Ее муж Почему в моей Машине Молчи ты там На заднем сидении Я понимаю Как ты расплачивалась С ним Салава Ты слышишь Кого Салавой Назвал Кисти Салава Депортация Ответчик Охренел Первый Ответчик 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 Уважаемый суд Это вообще Милая Прекрасная Первое Что я делаю Это штрафую Вас на тысячу рублей Дело в том Что когда Мы вышли из машины И увидели Что жена Стоит с открытыми глазами На нас смотрит И понимает Что это не ее муж С кем-то там С кем-то там Прости господи А вы чем занимались Там с ответчиком Что она подумала Я не знаю Что она подумала Но было конкретно Что она разбила машину И потом она вышла И удивилась А как же это там Не ее муж Вообще происходит Там что-то такое Интересное То есть увидев Что вы просто сидите В автомобиле Слушаем Конечно Она ее разбила Там окна затонированы Там ничего не видно А машина шаталась И ты расплачивалась На заднем сидении Расплачивалась В судебном заседании Были выяснены Обстоятельства При которых был Причинен ущерб Автомобилю С участием Лица Не привлеченного К участию в деле Суд считает Необходимым Привлечь В качестве Третьего лица К участию в деле Супругу истца Который сейчас Находится у нас В качестве слушателя Пройдите пожалуйста Пройдите к истцу Встаньте Представьтесь пожалуйста Ваша честь Меня зовут Нина Николаевна Куприянова Я являюсь супругой Вадима И Совершенно неожиданно Что у нас обвиняют В том Чего на самом деле Не было Поскольку мы В браке 20 лет И бежать В кооператив Подсматривать за мужем Это в принципе Не тактика наших Отношений семейных Ну вот Ответчик у нас Утверждал Что Вы В порыве ревности Подумав Что в данном Автомобиле Находится Именно истец С незнакомой Вам женщиной Совершенно неожиданно Что Можно подумать Что Возможно Такие действия Я даю Отчет Своим поступком Вы в этом Гаражном кооперативе Были? Да нет конечно Никогда не были? Что значит Никогда не была У нас Машина места Ведь общее Да Вадим Да Гаражный комплекс Извините пожалуйста А вот здесь не вы разве? Простите уважаемая Это не вы разве? Ваша честь Простите уважаемая Женщина Судебный пристав Безда Еще вот Баба в тюрьмяшке Конечно Да кто? Конечно сейчас мы С вами разговариваем На разных волнах Как я понимаю Не Николай Ваша честь Объясните мне пожалуйста Ну как бы да Вы что не узнаете себя? Кто фотографировал Вы? Данную женщину Нет не я Ребята которые у нас были В соседнем гараже Они чинили велосипед Ну не знаю Очень явные фотографии Они сфотографировали Весь процесс И в принципе 100 рублей за фотошоп Вот он там есть Никакого фотошопа нет Это все Вот еще есть фотография Это 100 рублей За фотошоп Наш человек Который чинил велосипед Вот пожалуйста Не наш Значит Ваша честь Поэтому не нужно Тишина Тишина Меня в гаражном Меня в гаражном Кооперативе Не могло быть На тот момент И не было Мужа своего Я ни в чем Не подозревала Подтверждаете Что вы супруга истца Конечно 20 лет в братьях На фотографиях вы Это не мои фотографии Не ваши фотографии Я может быть похожа На эту женщину Но это не я Вообще не похожа Суд удаляется Для принятия решений Прошу всех садиться Я Прошу всех садиться Оглашается решение суда Суд рассмотрев Материалы дела Выслушав объяснение сторон Установив все обстоятельства Имеющие значение Для рассмотрения Настоящего спора Оценив совокупности Все представленные Сторонами доказательства Решил Иск о возмещении Материального ущерба Удовлетворить Взыскать с ответчика В пользу истца 107 тысяч рублей Суд в полном объеме Удовлетворяет заявленные Исковые требования По следующим основаниям Ответчик фактически Занимается предпринимательской Деятельностью Поэтому независимо от того Надлежащее Или нет Оформлена его деятельность На него распространяются Нормы гражданского законодательства Регулирующие Обязательственные отношения Между сторонами В данном случае Между сторонами Фактически имел место Договор подряда В соответствии с которым Ответчик обязался Произвести ИСУ ремонт Его автомобиля И передать его В отремонтированном виде Истец был обязан Принять результат данных Работы И оплатить его Данное правило Предусмотрено Статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации Также в соответствии Со статьей 714 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик несет Ответственность За сохранность Переданного ему Имущества Поэтому суд Пришел к выводу О том, что Ответчик обязан Возместить ИСУ Материальный ущерб В полном объеме Однако Суд разъясняет Ответчику право Обратиться с иском О возмещении ущерба Причиненному автомобилю К непосредственному Причинителю вреда В отдельном Исковом производстве С отдельным Исковым заявлением Вы имеете На это право Взыскать Причиненный ущерб Непосредственно С причинителем Страна в решении Суда понятна? Да Спасибо Дело закрыто Напишу Ты писата Учись Напишу я Писатель Что ты там Вечерный Вечерный Папки Что ты Покурыркалась На моей машине Да нечего Тебе говорить Бухгалтер Шалава А не бухгалтер Иди-ка Ты знаешь куда Ты сейчас знаешь Что Как не знаешь Решение суда Иск удовлетворить Я полностью согласен С решением суда Сказал бы даже цитатой Да здравствует наш суд Самый справедливый суд в мире А эти писатели Пусть пищу дальше Я вообще не согласен С решением суда Это вообще какая-то Дискриминация Выделяют Все мы люди Я машину развиваю Я не согласен Вообще не суд А фантастик